Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Пять лет в эфире. Телеканал Бобруйск 360 отмечает первый юбилей. Наверное, несколько недель выбирали, как же наш телеканал будет называться. Было огромное количество версий. Что остается за кадром? Остаться в живых. На весь в горы столкнулись грузовик и легковушка. Выбирайте безопасную скорость. Увеличивайте интервалы и дистанцию между транспортными средствами. Капризы погоды или опасная беспечность? Время очищения. У православных начался рождественский пост. Предполагает, конечно же, не только ограничение в пище. Прежде всего, заглянув в свою душу. Как провести этот период? А также союзная экономика, полный релакс и горнолыжный сезон. В Беларуси открылись зимние курорты, во сколько обойдутся два дня. Дальний восточный рынок. Президент встретился с губернатором Приморского края России. Олег Кожемяка третий раз за год приехал в Беларусь. Несмотря на расстояние, Минск и Владивосток объединяют крепкие взаимоотношения, в том числе торговые. Товарооборот скромный, примерно 40 миллионов долларов, но по сравнению с 2021 вырос на 80%. Стороны уверены, сумму можно увеличить в разы. Ваше имя очень часто звучит на моих встречах с руководством России и с губернаторами, которые к нам приезжают. Мы находим точки соприкосновения, видим, что все проблемы, которые складываются сегодня в экономике и в России, в Беларуси преодолимы. И мы стараемся их преодолевать. Есть определенное торможение, к сожалению, бюрократические, мы об этом поговорим. Это касается не Приморского края, а в целом нашего сотрудничества с Россией. В ближайшее время мы встретимся с президентом России, также обсудим эти вопросы. Ну, в общем, если мелкие вопросы какие-то снять с поверхности, то мы значительно можем продвинуться в плане импортозамещения. Это самое главное для нас сейчас. Но уже время этот год показал, что мы справимся. Как я говорю, просто немного времени надо, но мы справимся. В Приморском крае работает обширная делирская сеть белорусских предприятий БелАЗ, МАЗ, МТЗ, МКОДОР и многие другие активно осваивают дальневосточный российский рынок. Основа нашего экспорта – грузовые автомобили, продукты питания и различное оборудование. Из региона РФ поставляют электрические аккумуляторы, рыбную муку и силовые установки. Зимняя дорога ошибок не прощает. На въезде в Бобруйск произошла авария. ЧП случилось около полудня недалеко от Фондоковского моста. Трассу не поделили Тойота и мусоровоз. По предварительным данным водитель японца не справился с управлением, вылетел навстречку, врезался в грузовик. МАЗ оделся небольшими повреждениями, а вот легковушки повезло меньше. Смято крыло, разбит бампер и заднее стекло, покорежен капот, благо никто не пострадал. Недостаточно подготовить к зимним условиям только автомобиль. Следует и самим перестроиться на зимний стиль вождения. Выбирайте безопасную скорость, увеличивайте интервал и дистанцию между транспортными средствами. Откажитесь от рискованных маневров и избегайте резких торможений. За выходные в Могилевской области зарегистрировано одно ДТП, в котором погиб человек и двое получили травмы. Зафиксировано свыше 1100 нарушений ПДД. Задержано 14 пьяных водителей и 16 бесправников. К административной ответственности привлечены более 380 пешеходов. Электронная книга памяти, последствия обильных осадков и первое рабочее место. БРСМ в этом году трудоустроил более 41 тысячи молодых людей. Таким был третий семестр. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Правительство Беларуси создало специальную комиссию, которая занимается похоронами Владимира Макея. Церемонию прощания обеспечит Минобороны в Центральном доме офицеров 29 ноября. На сайте МИД открыта электронная книга памяти. Владимиру Владимировичу, напомним, было 64 года. Беларусы в 2022-м стали активнее давать предпочтение агроэкотуризму и санаторно-курортному лечению. Загрузка здравниц доходит до 91%. Среди посетителей около полутора тысяч иностранцев. Большой популярностью пользуются туры выходного дня. Непогода за прошедшие сутки оставила без света 900 населенных пунктов. Из-за налипания мокрого снега на проводах и ветках деревьев возникли перебои в электроснабжении. Последствия обильных осадков устраняли аварийные бригады. По данным синоптиков, за выходные выпало более 2-3 декадной нормы осадков. В БРСМ подходит к концу третий трудовой семестр. В этом году устроились на работу более 41 тысячи молодых людей. Результаты выше прошлогодних. Громче всего о себе заявляют лицей и колледжи. К движению активно присоединяются и школьники. Зарабатывают первые деньги на каникулах. В Беларуси открылись зимние курорты. На горнолыжный сезон уже приезжают любители снежных спусков. Трассы открыты и днем, и ночью, и даже в плюсовую температуру. Если снега мало, наметают искусственный. За две ночи, например, пара отдаст в среднем 400 рублей. Здоровая привычка третья полиглиника стала лучшей в конкурсе практик по реализации стратегии устойчивого развития Могилевской области до 2035-го. Медучреждение запустило собственный проект, который по достоинству оценило жюри. Ключевое направление – активное долголетие. Специалисты считают, главное – индивидуальный подход каждому пациенту. При подборе программы лечения учитываются возраст и физическое состояние организма. Мы в нашем центре активного долголетия проводим целый ряд мероприятий. Это работа клуба молодой семьи, это работа диалоговых площадок, это интерактивная встреча с населением, это расширенная работа мобильных молодежных бригад, которая направлена на формирование населения в плане мотивационного ресурса на здоровый образ жизни. Очень важно и то, что проект охватывает все возрастные категории – от школьников до пожилых. Чтобы увеличить продолжительность жизни, специалисты призывают посещать занятия ЛФК – йоги или ходить в тренажерный зал. Также соблюдать режим питания. По ту сторону экрана телеканал «Бобруйск-360» празднует свой день рождения. Руку на пульсе ведущий информационный ресурс города держит вот уже пять лет. Главные события, последние новости, сенсационные открытия и громкие ЧП. 104 года отмечает и старейшее издание – газета «Бобруйское житё». Именно на её базе создан современный медиахолдинг. Как родилась идея названия, почему нас смотрят даже в Израиле и чем пополнится контент с января – узнаем прямо сейчас. Началось всё в 2015 году, когда было принято решение на базе редакции создать отдел телерадиоинформации. Изначально был это небольшой отдел. Мы делали одну программу, новостную программу, которую потом транслировали на телеканале «Беларусь-4 Могилёв». У нас не было своего вещания, но это позволило подобрать, скажем так, кадровый костяк тех людей, которые начинали с 2015 года. И эти люди перешли и помогли потом создать полноценный телеканал «Бобруйск-360». Ну и, соответственно, пять лет тому назад с поддержкой «Бобруйского горосполкома» было бы принято решение, собственно говоря, создать полноценный большой телеканал с вещанием, с вхождением на все основные площадки. Это и кабельное телевидение, и IPTV-телевидение. Потому что, ну, такой большой город, как Бобруйск, у него должен быть свой, скажем так, телеканал, который может в числе прочих отражать жизнь города где-то новостными программами, где-то каким-то развлекательным контентом, рассказывать о людях, о истории, о современности нашего родного города. Название это, наверное, ну, было одним из самых сложных. Долго мы, наверное, несколько недель выбирали, как же наш телеканал будет называться. Было огромное количество версий. Ну, потом решили назвать «Бобруйский 360». Здесь и привязка к нашему родному городу, и, скажем так, заявка о том, что мы вещаем практически на весь мир, потому что в Ютубе нас могут посмотреть из любой точки планеты. Ну, естественно, затрагиваем темы не только города, но и страны, и мира в целом. В дальнейшем это, естественно, выход новых проектов. Это программы, связанные с общественно-политическими событиями. Это какие-то развлекательные проекты, которые мы планируем запускать вот уже, условно говоря, с января месяца. Тогда очень интересно читать комментарии людей, которые жили в Бобруйске, но потом уехали. Особенно, допустим, это Израиль. И очень часто, особенно вот на Ютуб-трансляции, которые смотрят в Израиле, у нас большой процент смотрений именно там, для них сюжет в Ютубе становится, скажем так, точкой притяжения. Люди узнают, что появились какие-то новые названия, новые дома на их улице. Люди видят свои старые дома, где они жили когда-то. И вот читать их переписку, на самом деле, это очень интересно. Потому что многие уехали довольно давно, это 20-30 лет тому назад, еще практически во времена Советского Союза, либо переходный период. И люди узнают вот эту историю современного Бобруйска непосредственно через наши сюжеты. И им они интересны, может быть, не столько как конкретная новость, а сколько как фон, где они видят места, в которых они гуляли, как меняется город, как он хорошеет. Программа «Шалом», которая идет на радио, это программа приятных и поздравлений, когда люди, допустим, из Иерусалима поздравляют родных и близких, которые остались здесь в Бобруйске, просят поздравить их с какими-то праздниками. То есть это дает возможность, опять же, связать людей, которые находятся на огромном расстоянии, и подарить вам такую частичку тепла. Газета, несмотря на то, что это, скажем так, самая старая наша платформа, в этом году ей исполняется 104 года, тем не менее газета востребована. Дело в том, что, ну, приду к примеру, это как с театром. Когда появился кинематограф, все прочили смерть театром. Но у газеты есть большое количество поклонников, потребителей, люди, которые до сих пор предпочитают живую газету, держать ее в руках, читать ее. И, естественно, главная наша работа вот именно для этой категории читателей наполнение тем контентом, который им будет интересен, который им будет актуален. Газета, опять же, не стоит на месте. То есть в современном мире мы видим, что происходит переход, скажем так, вот какой-то просто футбологического заполнения. Потому что есть более оперативные площадки, если мы берем то же самое, интернет. Газета становится более аналитической. Появляются аналитические материалы, статьи, авторская журналистика. Как бы все это можно увидеть в нашей газете, естественно, мы будем продолжать в этом же русле. Хочется поздравить всю редакцию с этими замечательными праздниками. Пожелать на самом деле творческого роста, замечательных проектов, потому что работа журналиста – это немножко такая сумасшедшая работа. Она постоянно связана с людьми, она постоянно связана с какими-то новыми проектами, новыми идеями. Вот хочется, чтобы всегда были эти новые идеи, всегда была возможность их реализовать. Ну и, естественно, чтобы их всегда дома ждала семья. Ну и тепла, и благополучия, наверное, вот каждый день. В ожидании Вифлеемской звезды у православных начался рождественский пост. Верующие готовятся к одному из главных праздников – появлению на свет Сына Божьего. В это время отказываются от развлечений и чаще ходят на службу в храм. Не употребляют пищу мяса, яйца и молочные продукты. В субботу и воскресенье разрешено есть рыбу и морепродукты. Предполагает, конечно же, не только ограничение пищи. Прежде всего, заглянув в свою душу, заглянув в свои мысли, чувства свои, насколько они чисты или нет. И, приходя в храм на таинство покаяния, таинство причащения, читая Священное Писание, прежде всего, молитву совершая постоянную, мы могли бы себя очистить, чтобы достойно, духовно, прежде всего, встретить родившегося Бога-младенца. В этот особый период очень важны духовные свершения, покаяние, молитва и добрые дела. Нужно бороться с гнивом, осуждением, ложью и другими грехами. Прощать обиды и позаботиться о тех, кто нуждается в помощи. Продлится пост 40 дней и закончится в сочельник, когда на небе появится первая звезда. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.